Верховный совет Хакасии 6 созыва полностью укомплектован. В единый день голосования 14 сентября выборы прошли по двум округам. На две свободные вакансии в республиканский парламент претендовали сразу 10 человек. Выиграли депутаты со стажем от «Единой России». По седьмому округу в Абакане конкурентов обошёл Виктор Лебедев. За него проголосовали практически 70% тех, кто пришёл на выборы. На Нижней Согре победителем стал Геннадий Цыпышев. Основного своего оппонента Ольгу Ширковец он обошёл на 12%. Я их искренне поздравляю с избранием депутатами. Я думаю, что как раз опыт им позволяет более эффективно, грамотно, интересно работать. В полном составе Верховный совет Хакасии встретится уже на ближайшей сессии. Она пройдёт на следующей неделе, 24 сентября. Десятое по счёту пленарное заседание начнут с признания полномочий до избранных депутатов. К слову сказать, они уже готовы приступить к законодательной работе. Обещают, вклад будет плодотворным. Предвыборная гонка позволила кандидатам напрямую столкнуться с общественными проблемами. Победить на этих выборах было гораздо сложнее, чем на прошлых, потому что в прошлый раз я прошёл по партийным спискам, а это был одномандатный округ. И для того, чтобы поддержать победу, необходимо было пройти и по множеству квартир, и встретиться с избирателями на так называемых дворовых встречах. Всё это я делал. И благодаря этому получилось собрать весь комплекс проблем, которые волнуют сегодня избирателей, проживающих на моём округе. Это проблемы с управляющими компаниями, качество услуг, которые оказывают эти управляющие компании. Это обустройство придомовых территорий. Национальная библиотека пополнилась уникальным для Хакасии изданием, трудами Николая Фёдоровича Катанова. Образцы народной литературы тюркских племён – часть девятая. Это уникальная для нашей республики книга. Многие годы хранилась на полке рядового читателя. Ценность издания с более 100-летней историей владелец оценил всего в 6 тысяч рублей. Руководитель регионального отделения партии КПРФ Николай Бозыков приобрёл книгу и подарил читателям Хакасии. Научный труд очень ценный. Как раз это Уринхай, Сайотов, Дувинцев, Хакасов, Монголов. В общем, очень такая книга хорошая. Я сам не знал, что в руках такую держу. В Национальной библиотеке труды первого хакасского учёного оценили по достоинству. Книга является редкой библиографической ценностью, представляет и материальную некую ценность. Но в части той информации, которую несёт в себе это издание, в общем-то, это дар абсолютно бесценный. Книга входит в Золотой фонд мировой тюркологии. В ней героические сказания, народные предания и легенды, мифологические сюжеты и шаманские молитвы. Всё это Николай Катанов по крупицам собирал несколько лет. Это третий оригинал трудов учёного, который пополнит библиотечный фонд редких книг в Хакасии. Издание отпечатано ещё в 1907 году при жизни хакасского востоковеда. Поэтому и к его хранению особое требование. Они у нас хранятся в специальных коробах, чтобы книга лучше сохранялась. Допустим, мы будем экспонировать выставку какую-то, в оригинале смогут увидеть наши читатели. Прикоснуться же к редкости можно будет лишь в исключительных случаях и только в читальном зале. А вот ознакомиться с самим текстом сможет любой желающий. Правда, в электронном варианте. На этой неделе Хакасия принимала финалистов «Минуты славы». Межрегиональный фестиваль для людей с ограниченными возможностями стартовал ещё весной. В нашей республике прошёл заключительный этап. Конкурсанты представляли свои творческие номера. Главный критерий оценки – удивить зрителей. Среди участников – представители региональных обществ, инвалидов со всей Сибири. Подводили итоги в одном из самых живописных мест республики на территории музея-заповедника «Казановка». Победителей поздравил и республиканский парламент в лице депутата Светланы Могилиной. Памятные подарки от Верховного Совета Хакасии вручили всем финалистам «Минуты славы». «Когда смотришь на вас, просто-напросто понимаешь, что нет никаких преград, которые бы невозможно было преодолеть человеку. Нет никаких преград, которые бы были не по плечу человеку. Верховный Совет сделает всё для того, чтобы людям в безограниченных возможностях, во всех отношениях, не только в культурных, но и в каких-то социоэкономических, было комфортно жить. Жить в республике!